вот видите автоматически это не показывают обычно другие были мы покажем вот двойной подрез автоматически образовал вот нечистоту то есть вы стол должны сто процентов ставить упор на что что у вас должно в данном положении быть подрез подрез выбор выбор приветствуем вас на нашем канале адольф юрьев наша команда сегодняшний момент продолжаем наш цикл и обзор геометрической позиции такого оформления своеобразного то есть продолжаем поехали подготовленная заготовка которую мы подготовили легкое оформление получается борта оформление резетки на данном этапе внутренняя часть получается которая у нас своеобразно прорезается для этого мы берем уголок и уголок говорю флажочек производим подрез подрез то то есть таким образом мы осуществляем что это внутреннюю нарезку теперь берем что мы делаем работаем в этой части очень аккуратно чисто не торопимся самое главное это аккуратность мы на практике кстати доведем и покажем почему флажки удобнее во всех отношениях я просмотрел дело в том что по геометрии посмотрел фактически весь youtube признаюсь честно но серьезно вот реально ребята я шокирован вы показываете такие вещи те кто показывает геометрию понимаю так если вы беретесь показывать значит показываете вы делаете по пять по шесть срезов на одном месте такие вещи недопустимы для тех людей которые смотрят вообще направление положение геометрии если вы хотите обучаться никоим образом не доводите себя до положения мы сейчас будущих роликах покажем о чем речь не доводите до положение что допустим один прорез один прорез выполняют и как показывают допустим те или иные мастера это сложно назвать мастерами подрез не выполняется один один срезаниями для этого для этого если существует это понятие разный калибр разный размер получается флажка для чего потому что вы фактически вставляете вот оператор приведите сюда допустим здесь такой размер флажка вы вставляете его вот вы автоматически осуществили прорез 2 когда вы вставляете тоже прорез не надо вести для этого у вас есть флажки разного калибра где вы положили полный прорез все в геометрии никогда не допускается положение что были положение под срезы срезы если вы конечно не округляете там где показывают на живую получается геометрию показывает ровно что вот именно идут эти много срезов сейчас мы закоснемся этого момента в данный момент мы произвели внутреннюю получается такую нарезку вот мы ее произвели теперь мы касаемся вот этих внешних моментов что мы делаем делаем центральный аккуратненько такие легкие треугольнички самая главная не торопитесь самое главное не торопитесь теперь здесь теперь что мы делаем берем этот наш край легонько то есть вы поняли суть подрез подрез чистый выбор не как показывают ю тубе много срезов много срезов не надо делать геометрии так она не делается должно быть положение то есть раз два вот у вас идет чистый подбор вот эти чистые подборы относятся к разряду получается в особенности лучевых резеток которые показывают на просторах ютуба многие берутся показывать геометрию забывая о том что геометрия прежде всего она должна быть чистая люди которые позиционируют себя на очень высоком уровне показывают ее реально грязно показывая вот это можно взять полукруглой стамеской можно тем можно там кухонным ножом да можно вопрос в другом не надо объяснять и учить людей делать грязно показывайте чисто что это за абсурд если человек вывел себя в порядок непосредственно уже ю туба я считаю так у нас человек достиг определенного уровня своеобразного мастерства какого грамотного чистого но не коим образом то что показывает идем дальше имеющаяся у нас позиция которая вот у нас есть в центре в чем состоит различие мы сейчас получается коснемся вот этих моментов значит произвели мы вот такие вот внутренние нарезочки своеобразные дальше после всех фактических действий которые вы выполняете смотрите просматривайте на предмет подчищения чтобы у вас было чисто чтобы здесь отсутствовали это сколы это где-то поврежденные внутренние бортовые части когда вы все это просмотрели теперь мы затрагиваем момент растенение оттенение и прочее в данном случае мы используем спиртовую морилку возьмем цветовое положение это сосна то есть будет ли сочетаться но вы нецелесообразно здесь используя допустим темный цвет почему потому что у нас поверхностная основа уже есть фактически это в черном цвете по себе нового дерева наливаем в крышечку берем элементарную кисточку то есть такую и производим легкое что такое поиграем цветами да можно даже в целом пройтись вот так сверху можете пройти прямо по черному цвету почему объясню потому что в целом когда протонируется потом лаком очень будет такой эффект интересный то что получается сосна попала на черный цвет он такой будет легкий отлив давать вот так эти действия производится что такое разыграть цветами то есть цветами в положении разного характера точно так же когда здесь производится потом нарезка резьба и прочее опять таки же потом соответственно можно же пройтись по имеющемуся уже цвету вторичную произвести нарезочку которая очень будет уже оригинально смотреться ну задаваемые вопросы можно ли через дуйку ну дуйка вернее говоря использовать краски да без сомнения я использовал проволу у меня получалось единственное получается жидкости подбирайте жидкости их необходимо делать не тягущиеся а более получается такая легкая чтобы она у вас проходила через вашу дуйку не забывайте дуйка вообще делается не в одном калибре получается ее носик распыляющего характера там можно подбирать разный калибр разный как от маленького контурного так и широкого получается таким образом мы взяли получается прошлись сосновой морилочкой спиртовой как вы видите получается эффект у нас возникает такой именно то есть темнее ли использовать свет но думаю не целесообразно почему потому что автоматически все эти моменты спрячется лак автоматически потом когда это все протонируется прогрунтуется и прочее он соответственно вот эту разницу в цветовом моменте покажет примерно таким образом она выглядит вот как и разыгрывается цветами соответственно потом здесь делается разносторонняя нарезка допустим мы ее сейчас так частично коснемся сложноватые моменты не будем показывать покажем получается что такое понятие кстати размерность получается флажков смотрите если здесь к примеру вот то о чем я говорил человек к примеру берет допустим свой там косяк либо еще что то он производит опять таки что вот здесь подрез во внутреннюю часть точно так же и здесь потом он начинает несколько раз выбирать почему для этого для этого есть понятие то есть разноразмерные флажки понимаете который по прорезной части сразу же фактически прорезает поэтому он является большой а именно в практике он ведет себя вот таким образом вот зарезались теперь смотрите резать не надо дальше мы просто его что делаем вот мы его просто наклонили автоматически у нас образовался подрез во внутрь следовательно эту часть потом просто подрезается теперь мы переворачиваем переворачиваем вот это и называется понятие целевой инструмент вот въехали вот засадили нашу жопку смотрите делаем что мы не режем мы делаем вот прорез путем чего вот мы просто наклонили современные скажем так вот резчики это действие выполняют по средствам они режут отсюда и возникают моменты это отсутствие чистоты это автоматические положения сколов и прочее возвращаемся даже к моменту теперь у нас идет возникает что подрез как его осуществовать ввиду того что у нас еще направление волокна заходим и вот производим подрез это я показываю не как мы режем это я показываю как режут получаются современники дальше вот есть один прорез вот здесь соответственно возникает повреждение что дальше они делают они вторично прорезают вот именно вторичный подрез идет вот он вторичный вот опять таки легкая неровность что делает опять таки же резчик он делает третичный подрез опять подрез и опять подрез ввиду того что здесь сучок вот он сверху образован в этом возникает определенная легкая сложность вот столько много действий показывает данное вот он автоматический стук вот это скол вот это почему мы сейчас показываем и не вырезаем по причине того что вот эти многие подрезы образуют вот такие вероятные возможные положения из-за многих срезов по этой причине по этой причине ну ввиду того что вообще чтобы нам это исправить мы просто опустимся чуть ниже опустили чуть ниже убрали фактически что для этого делается система подреза вот вошли вот почему делается один срез понимаете следовательно отсюда и возникает чистота если нам сопоставить с возможными вариантами того как делают современники вот эти повреждения вот они вот несколько подрезов и прочее я это говорю к тому что на просторах ютуба показывают моменты как раз таки согласно первому положению много прорезов и прочее много прорезов не должно быть то есть есть понятие еще раз подчеркиваю понятие это есть действие для этого не надо вот вот так вот прорезать но ввиду того допустим у кого нет инструмента то может выполнить это действие прорезал для того чтобы не выполнять прорез для этого используется чуть больше калибр получается флажка вот врезался врезался и получается оставил вот линию дальше входит жопка в четверти для этого в четверти нужно подроваться еще раз в четверти в четверти я сомневаюсь джок в четверти в четверти в четверти послуж ambилие чтобы побликаться Самое главное Один и тот же наклон Вот здесь где не дорез Идет подчищение Если сопоставить Еще эти действия лучше выполнять не сидя, а стоя Чтобы опорность в виде не было Вот здесь подчищаем Если сопоставить положение вот здесь по выбору И вот это, где одним единым срезом сделано Здесь идет чисто Вот почему уважаемые те люди Которые вы показываете, наставляете Молодых, не знающих геометрии Не показывайте положение Что делается А именно Раз срез, два срез, три срез Потом подбираете, у вас не чисто Выходит, в геометрии не делается так В геометрии конкретно делается Раз Два И третье действие Это идет подбор Ввиду того, что здесь осталось Тут осталось Значит, это не чисто Значит, и не глубина не дотянута Чтобы это было дотянуто Следовательно, необходимо Раз Два Подбор Три Которые возникают чистым Но ввиду того, что тут волокно Следовательно, это волокно Значит, подрезается с другой стороны И основательно работайте над чистотой Исключительно чистота То есть, таким образом Получается, если сопоставить положение Первое и второе Вот это у нас возникает чище То есть, оно выполнено согласно техническим положениям И это правильно Зафиксируем Вот такой прорез для тех, у кого нету инструмента Для тех, у кого есть Прорез выполняется То есть, жопка утопилась Произвелся что? Наклон Что, допустим, вы более себя лучше чувствовали Вы можете взять прорезной флажок И вторично по прорезанному Вы можете пройтись То есть, большой флажок Еще один из моментов Он такой обозначающий Вы обозначили Куда вам потом провести вторично Подбираем Не торопимся Вторично проходим Вот видите, автоматически Это не показывают Обычно другие бы вырели Мы покажем Вот двойной подрез автоматически образовал Вот нечистоту То есть, вы должны 100% ставить упор на что? Что у вас должно В данном положении быть Подрез Подрез Выбор Выбор То есть, действия ваши должны ровно входить Вы, по крайней мере, себя должны доводить Доводить до состояния Что это действие должно происходить В 4 действия В 4, не в 6, не в 8, не в 10 и прочее Именно Ставьте перед собой задачу Довести себя до положения В 4 раза Вы должны произвести 10 Не будет получаться Ничего страшного Для тех, кто начинает Для тех, кто старается Самое главное Старайтесь У вас все получится Именно получится Каждый, как говорится Трудящийся Вознаграждается Как сказано В Святом Писании Примерно у нас получается Образовывается Вот такое вот положение Соответственно и здесь Здесь остается у нас Тело 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 С которым В последующих моментах Мы будем работать И будем эти моменты показывать Все С наилучшими пожеланиями Адольф Юрьев И наша команда Подписывайтесь на наш канал Дальше будет очень интересно 30.05 Мы будем во Львове На 20-й международной выставке Приглашаем всех желающих Обменяться опытом Познакомиться лично С нашей всей командой Ну все Смотрите внимательно Дальше будет очень интересно Хранит вас всех Бог С наилучшими пожеланиями к вам